Если, например, представить себе, что исчезли все мигранты из, в основном, центрально-азиатских стран, то в Москве остановится все. Метро, общественный транспорт, остановится вся торговля. То есть остановится все. Я уже говорил, что один из способов – это довести рубль до такого состояния, к доллару, чтобы узбекам не было выгодно ездить в Россию и к эргизам, и работать. Просто чтобы это было экономически необоснованно – ездить и унижаться перед этими белыми, так называемыми, марицами. Но в данном случае, ну, хорошо, значит, из Челябинска уедут соседние, там, Свердловск, который сейчас называется Екатеринбург. Значит, там будут работать. Потому что это экономика. Слушайте, из Центральной Азии все таксисты в Вильнюсе, например, практически. В Европе, во многих там, в Польше и так далее. Много очень узбеков, они трудолюбивые. Они не бухают. Кстати, если кому-то интересно из местных, возьмите статистику потом аварии после этого запрета. Наверное, обходить его будут. Но если вот реально там сядут такие русские мужики, они бухают все, они с Будуна будут ездить, вот, если они не пьяные. И все будет намного хуже. И где они вообще их найдут, такое количество, очень трудно себе представить. Потому что, еще раз говорю, не хотят они работать вообще. То есть они привыкли жить вот как, знаешь, как древние римские патриции какие-то. Каждый хрен считает себя патрицией. И вот за него обязательно должен работать. И в чем это? Вот это представление о том, что у них должны быть рабы, оно одинаковое, как у какого-то алкаша там в Челябинске. Также у русского какого-нибудь интеллектуала там с эхо Москвы. Они одинаково их называют. Мой дворник, мой дворник таджик, мой дворник там узбек и так далее. Они плюют, специально бросают мусор. Когда вот я обращал на это внимание, я в жизни не бросал мусор на землю. Только в Париже. Но там нет урона, там они так убирают. Система уборки такая, да. Так они, кстати, дворинские посады сохраняют. Там просто нет урона, не знаю, как сейчас. А вообще, я на украинскую землю не бросил ни одного мусора. И никогда не плюнул на нее и так далее. Ну, это какие-то принципы жизненные. Они специально ходят. Вот я видел много раз, как они идут. Они специально, они видят, дворник метет. И они не подходят к нему в мешочек. Они кидают рядом, кидают за 2-3 метра и так далее. Раб, наклонись, да. Раб, давай, я барин. Барин приехал, да. Идет мимо тебя твой хозяин белый. Вот так они относятся. И все. Охота на мигрантов, это началась она особенно ожесточенно в политику пришла. В 2011 году, когда были выборы мэра, там Навального допустили. Единственная Россия там помогла ему. Вот, на эту все детали опустим. Но вот эта истерия антимигрантская, она вот это как какой-то, я не знаю, как трипер. Они передают друг другу и очень, они из этого не выходят. Да, у них это чешется и чешется и чешется. Вот, но без мигрантов. То есть, понимаешь, китайцы бы давно взяли русских в рабство, но они и там не будут работать. Понимаешь, вот тут засада, да. Основной ресурс трудовой, это все мигранты, везде. В центральной России нет ни одного села или деревни, как они говорят, где жил бы рабочий, работники, крестьяне были бы русские. Это я сам лично видел еще давно. Там целые колхозы за счет узбеков живут. За то, что они не пьянствуют и не трудолюбивые. Вот если выбить этот клин из-под России, обрушив рубль, вот тогда это намного приблизит победу. А то, что они так относятся к мигрантам, я поддерживаю. Потому что мигранты, бегите из России. Вас или как пушечное мясо отправят, уже отправляют. Как просто, как сволочей таких, им своих-то. Зачем отправлять, если можно набрать людей, которые запуганные там где-то прячутся, облавы на них устраивать. Они так и будут делать. Передайте всем своим родственникам, кто на них смотрит. В Зубикистане, в Казахстане, в Таджикистане, в других странах. Уезжайте из России, в любые другие страны, в Литву, куда хотите. Только не там. Потому что вы в итоге выйдете или убиты, или унижены. Или у вас, как потом начнутся какие-нибудь волнения, развал этой страны. На вас первых будут всех собак спускать. И первых пустят расход. И ваших детей, что самое главное. И русский фашизм уже не лечится. Он не остановится. Поэтому вы победите в несостоянии. Поэтому уезжайте обратно. Или ехайте в другие страны. Или уезжайте в свои прекрасные страны. Стройте там свою жизнь, несмотря даже на ваши власти. Там все равно никого равных Путину нет. И все эти деньги ничего не стоят вам. Вы потом про них вспомните. Когда кровь детей будет на ваших руках, вот тогда вы вспомните. А фашистские погромы там будут. Это гарантированно просто. И первые, на кого нападут, это даже будут не представители Кавказа. А будут представители вот этих центрально-азиатских народов. Потому что они считают слабенькими. Славенькими. Вообще русский фашист, он очень интересная скотина. Они никогда не нападали на Кавказцев. Потому что они знали, что можно огрести. Вот они выбирали себе беззащитных, как они считали. Поэтому не можешь, как говорила, по-моему, узница лагеря немецкого, еврейка. Если ты не можешь, ты либо стреляй, либо беги. Если не можешь стрелять во врага, который хочет тебя убить, значит надо бежать. Бегите, азиаты, бегите из России, пока они планы. Заодно поможете Украине. Одним своим билетом назад. Вы сильно поможете Украине и цивилизованному миру. А потом приедете, если вы нормальные люди, к нам работать. У нас тоже будет много работы. Я, например, приветствовал бы, если из Узбекистана люди трудолюбивые приезжали, работали. На законных основаниях, все по квотам, как положено. Но нам это все равно придется делать. Это трудолюбивые люди. Я знаю, как они работают. И они не пассионарные, не создают своих партий, не создают своих каких-то экстремистских организаций, в отличие от других некоторых. Не будем показывать пальцем на арабов и так далее. Они спокойные, тихие люди. И в этом и плюс, и минус. Но вот из России им надо бежать. Это однозначный 100%. И себе помочь, и человечеству.